христос посреди нас мои родные любимые христа люкции всех приветствую на своем канале сегодня поговорим об иконах и ортодоксии вы на моем канале в личном кабинете в комментариях читаем кролику там ложь и истина я говорю ешь ну неважно про иконы ничего не понимаешь на иконах святые ну это большой вопрос это для вас они святые для меня это вообще непонятно кто чернила на бумажке причем никакой святости там вообще нету которые угодили богу кто это сказал система культ а господь еще и царь так самом простом понимании это хода ты и заступники пред богом и мне не нужны никакие не ходатай не заступники у меня бог в сердце тут больше никого нету но в ортодоксе бог это языческий бог он вне он на небесах поэтому тут кучу 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 прослойка меня внутри тут никакого никаких святых больше нет он внутри между мной и богом нет никакой прослойки он в моем сердце но это язычники ортодоксы это язычество православие католицизм это язычество самым лучшим виде как им только возможно придумать бог же не есть бог мертвых да это верно но живых ну и да именно так и есть ибо у него все живы вот именно они что во мне эти живые святые нет они там и богу в них внутри они сейчас за порогом смерти и у них бог и внутри и там может быть снаружи тоже они увидят во мне-то их нету во мне бог мне не нужны никакие ходаты во мне они тут причем вообще внутри меня причем имеющий перед ним заслуги и награды какие заслуги и награды они получают каждый достойный по делам своим вот и все разве не их царь послушает а их царь ну тебя бог царя у меня отец мне не нужны никакие ходаты с наградами и медалями перед царем у меня бог отец который внутри сердца моего вот человек он никто никто я почему говорю никто для меня не брат как там любит верующего христа значит брат не нет я верю в евангелие иисуса христа у тоже всяк рассказывает какой отношение к евангели иисус христа имеет никакого вообще 00 просто вот 0 и тот кто читал жития святых но я все читал я ваш ортодоксальный жития святых все прочитал тот знает что иконоборчество есть ересь это ересь относительно вашей лжеистины до этого ересь но иру мне вообще без разницы как кто из вас обо мне думает вам не главное как думает обо мне мой отец небесный который внутри цельте сердце моего относительно вашей лжеистины которые вы придумали ничего общего с христианством и с истиной не имеющие все остальные у вас еретики и ересь но это лишь это же такая же ложь относительно вашей лжеи истины а по сути это это ложь и ваша иконал ересь и все что вне это ересь все ересь то что вы язычники и там нет никакой истины кто читал жития святых опять но я читал все читал тот и знает что не все иконы были сотворены иконописцем а явленно чудным образом дед сказки чернила на бумаге который ты просто веришь это сказки и сказки ничем не отличается от сказок андерсона крылова басни знаете королова есть сказки ганс христиана андерсона вот эти ваши жития святых и с теми чё там понаписали я знаю кто это писал основной их массу кто знает есть такой дмитрий ростовский вот ему делать нечего был монах сидел и писал как под копирку как одно под одно шаблон прям даже не мудр не утруждал себя сильно разноображает свои писания писюльки над иконами сделанным человеком читается специальный чин освещения иконы человеческие писюльки опять кто-то читает и что дальше ты что деревяшка или бумажка становится от этого святее ты что рабом бумажки стал ты человек то сотворен богом по его образу и подобию последним и введен в это в этот мир господствует над ним царствуйте наслаждаться и а вы делаете с рабами немощных вещественных начал мира начал мира вначале бог сотворил небо землю потом тебя и ты делаешься рабом ты язычник обычный язычник вот и все но больше всего убеждает пример святых и от их отношения к иконам как они в жизни к ним относились во-первых игры это ваши святы это ваша святость придуманы ничего общего со святостью евангельской истины не имеет истинная евангельская святость человека это святость в любви друг другу к людям это радость жизни это мир с богом чистотой своего тела и души это кротости смирений ну соответственно мир по возможности со всеми по возможности но не служит не с ложью мир не может быть свет и тьма в одном месте нельзя поклоняться богу или зеву никакого общего ничего общего нету христа с сатаной связи волом а вы все посмешали вместе получился у вас ужасный урод гибрид поэтому как относились люди культа религиозники фанатики люди впавшие в ложь в мне вообще не интересно это для вас они святы для меня чернила на бумажке мало того что я вообще не верю во все эти писюльки с почтением или не почтением я знаю все святые относились почтением это для тебя святы для меня они вообще никакой святости не имеют бери в этом пример с них и ты не ошибешься да у меня есть один пример вот человек читал евангелие когда нет открываем прощальный ужин господь с учениками он умывает и многих я дал вам пример я ваш путь следуй за мной человек следует за ложью еще меня меня призывает нет дорогой ты иди ты господь сказал отсеки вот это вот я отсекаю этого человека забанил я не хочу эту ересь читать и не хочу эту чушь читать забивать себе голову этой ерундой я вот так раз что у меня вот так вот задание я сейчас ветхий завет читаю хочу и псалтырьку и причин новый зачем я буду весь этот бред читать все лжеучения провергать с ума сойдешь их их нескончаемая боль боль на выдумке хитра боль воль что-то ну так попадается человек язычник какой у него со мной общение может быть а у меня с ним никакого я публично говорю о то о чем думаю мне вот это зачем вот разик запишу назову иконы кому надо сброшу ортодоксит язычество чистой воды иди гадь за ними иди гадь за ложью нет спасибо дорогой ты сам иди туда бери в другом с них пример да я читал эти жития куда будьте головы рубить всем на левом там же у вас каждый третий воин иди ват дорогой иди ровненькой дорожкой устланной вашими лжеучителями ересиархами как раз настоящими сатанистами а ведь за иконы и смерть принимали на земле да и смерть принимают за осиновый пень почитай историю почитаем телевизор включить кнопку новости за какую только чушь люди жизни отдают это не свидетельство истины истина только в иисусе дураков на земле хватает вон кто знает да и у нами ты-то знаешь я не знаю молодежные группы такое счастье в принципе есть мне тоже не особо взрослый человек сейчас мы поймем почему но хотя это не тоже не показатель как дети там самоубийством заканчивать просто так поэтому твой аргумент абсолютно не имеет никакой жизненный в жизненного фундамента это был их подвиг какой подвиг умереть за деревяшку расскажите мне это дурость дурость ты называешь подвигом я называю дуростью разницу чувствуешь но задайся вопросом в какую церковь они ходили в какие капище они ходят до сих пор я вижу это их не дело на земле людей в безумии вот вот 95 процентов и они ходили в капище в церковь не ходят церковь от тела христова святой человек является ее членом куда они ходят нищие без разницы какие капище чего не там вытворяют мне уже давно на это стало все равно человек хочет быть рабом в единую святую соборную апостольскую церковь а я являюсь членом тела христова они ваши святой соборной апостольской церкви мне она не нужна для меня это ложь лжеучение ад на земле я являюсь членом тела христова по своей жизни а вы можете ходить куда угодно в единую соборную святую апостольскую церковь в баптистскую в пятидесятническую в католическую что по сути тоже на это претендует в лютеранскую в какую хотите в десять дней созданную секту можете ходить куда угодно а теперь самое важное что я хочу позвать сказать ну я так называю иконы и ортодоксия пишет по ней андрей тарханов настоящими я понятия не имею аватарку этого человека как вы думаете кто терминатор то есть пишет мне терминатор как вы думаете я буду принимать если бы даже этот человек нет еще мы переходим на его канал что мы видим этого человека два ролика игрушки в которой всех убивают где кровь хлещет от потолка до стены каждого каждой комнаты этот человек пытается меня учить жизни вы видите да я даже и включать не буду терминатор убивающих всех налево и направо целыми днями в виртуальном мире а возможно потом возьмется за оружие в реальном ибо ортодоксия проповедует подвиг убийства на войне есть людям в ортодоксальной копища хворота в ортодоксальных культах и сектах дело до святости никакого дела им нету это все что есть у человека на канале аватарка терминатора каким он нам себя представляет и два ролика об убийствах если бы даже он говорил саму истину бы я бы заткнул уши и убежал подальше бы в реальной жизни я влюбился в иисуса когда я прочитал его евангелие жизнь человека его учения что говорит эта жизнь этого человека господь потом я увидел его жизнь и услышал его слова сотворите и научите если твоя жизнь противоположно твоим словам они пусты они ничего не значит они воздух песюльки на воде убрал палец ничего нет кто мне кто мне пишет посмотрите на это я хочу всегда это публичным показать потому что все равно этого человека я лично не осуждаю потому что я узнать не знает или шаватарка он завтра удалится и все лично примиримся и все я забуду обо всем этом я люблю людей но как вы видели уже на практике на некоторых это день возымевает действие сейчас я после этого еще один ролик будут подобные писать очередной человеке этого забанил потому что я не хочу этот бред слушать я не хочу шизофрению себе заработать верю кто мне пишет там что ой так нельзя делать я люблю вот вы себе заведите опытно мне тоже покажите своей жизни что вы такой способный и и ниши ниши зануться я лично не хочу это что дальше мне будет это человек писать о своем культе мне это неинтересно я ортодоксию знаю от а до я от корки до корки что он неинтересно расскажет он один ролик мой посмотрел наверное и пытается меня опять в это лжеучение каким-то образом обратит и кто это делает у тебя святая жизнь тебе дело нет у таких людей только куличи раз в год и крашеные яйца все пример для него не иисус святость как цель жизни у него отсутствует что у него есть аватарка терминатора и два ролика об убийстве этот человек пытается мне нести истину сотворите и научите чего ты творишь чем-то занимаешься если бы даже ты я говорю и кому ты будешь нести истину кому как ты будешь нести где твоя жизнь где твое учение вот это вот комментарии твое учение иконы это делает людей лучше меняет их жизнь евангелие иисуса христа благовесть о том что человек пока все в злых делах своих против людей и сотвори плоды достойные покаяния ибо день суда предстоит у каждого не важно кто ты этим человек занимается это проповедует так живет нет он не живет и не проповедует естественно он живет а бы как ему никакого дела до света с нет он потом под полотенечко сходит идти по господь ему простить все грехи но ты дорогой ошибаешься все что в тебе внутри просто явится наружу а если там что доброе загляни в себе я не знаю чего еще прибавить про ортодоксию и все и так знаете про иконы тоже но я ролик назову иконы ортодоксия или православие с католицизмом а то ортодоксия не все знают слово больше сказать мне нечего я баню таких людей что просто шизу себе не заработать вот и все и чтобы спокойно служить нести истину они целыми днями сатана меня будет на все эти лжи его учения отвлекать я за это время записал бы нормальный ролик по писаниям ветхого или нового завета чем я занимаюсь 15 минут прошло сейчас еще подобные будут писать ну для разминки можно и причем на каждого нового человека подписчика так назовем который попал на мой ролик я так понимаю на десяток два вот таких вот кого прет он мне там цитатами вот такими вот заваливает по 20 комментариев к одному ролику к одному даже не к разным ладно я их там вижу по списку вот комментарии к одному ролику вот он по 20 сообщения шизу себе хочу заработать нет я хочу жить в мире и спокойствие точно так же как все люди так что вот так вот но вот мы с вами посмотрели про иконы как терминатор учит меня жить кому интересно подписывайтесь на мои канальчики кому полезно отрадно назидательному и служение всегда будет что-то интересненько помогающие нам жизни конечно интересно тоже очень важно интерес радующее когда мне там тоже пишет по путашкам там же тоже живой человек за этим какой он живой он сегодня есть завтра пропал вот я живой вы меня видите все что вы пишете как раз читают другие и знают о ком это и у них это осаживается в памяти а вас никто никогда потом это с вами срастить никто никогда вас где-нибудь увидит не сможет рю мы завтра с тобой примеримся станем лучшими друзьями никто об этом не узнает а лично иисус говорил петру отойди от меня сатана вот и я говорю а так как не тебя не видно я тебя не унижаю не поношу публично это только между тобой мной хотя вроде бы этой публично для тебя завтра сменить эту аватарку терминатор ничего не стоит вернее завести новую почту скорее всего это все не настоящее сколько раз я сталкивался с ними не фамилия почту завести туда кто знает а вы все на кто имеет регистрацию сейчас почти все имеют какую-нибудь на какой почте нить может вбивать чё хочешь вася пупкин хотя те никто ничего не спрашивает на google и почту заводишь даже телефон хотя обычно везде телефон сейчас привязывают тоже даже до сих пор на google и добровольно ты просто пропускаешь и все не добавляешь все ничего тебя не требует ни паспорта никакого не xerox я-то вот занимаюсь интернетом не приходилось делать тестовые ящики там для чего-то нужно было тоже сам youtube канал я там тестовый заводил чтобы пробовать кое-что по почту завести до сколько у них ящиков было за всю жизнь ничего не стоит что хочешь то вбивай хоть абра-кадабра туда вбивай никто это проверить не может там еще алгоритмы на это не способны поэтому я говорю когда мне такое тоже говорите что раз отвечал не надо путаться божий дар с яичницей обязательно ставьте лайк если понравилось и обязательно поделитесь поделитесь с ортодоксой может у кого чего прозреет хотя скорее всего не просто взбесятся от такого ролика пути господних не следимы все я с вами прощаюсь помните заповедь иисуса христа любить друг друга как он дал нам пример он дал нам пример он подвигоположник он нам этот подвиг жизни дал в любви к друг другу в радости в мире в кротости и смирению он и нет у нас другого пути и примера и учения и образа жизни нету если это для вас еще не то то вы и никакой не христианин все всех обнимаю целую прощаюсь до встречи следующем ролике пишите ваши комментарии мысли размышления